Вези, не тряси. Так выглядят подъезды к детской инфекционной больнице в Березниках. Для подвески старенькая скорая тяжело, для больного человека невыносимо. Для больного ребёнка ещё тяжелее. Полуторагодовалую Аришу везли сюда с температурой под 40 в тяжёлом состоянии. Отравилась в Турции перед отъездом и уже дома очень сильно захворала. У нас дома были судороги, скорая к нам очень быстро приехала. Долго с нами там всё навозилось, кислород прямо едет. Ехали быстро с мигалками, так трясло вообще, качало, качало, качало. Ребёнок и так там капризничал. Я уже работаю здесь, на детской бригаде, я работаю 30 лет, на скорой работаю 30 лет. И вот эта дорога, до того она возмущает каждый раз, как мы только приезжаем сюда, возмущаемся. Вот сейчас обратите внимание на это дело, когда вот сейчас мы едем по этой дороге, как ехать с детьми больными, и как он плачет, и что делать, а везти всё равно надо. А если переломы, сотрясения, черепно-мозговые травмы, пограничное состояние между жизнью и смертью, и каждая кочка доставляет нестерпимую боль. Ладно, доехали с горем пополам, жалуется Николай Баранов. Но ведь дальше больного нужно доставить в приёмный покой. Представьте себе, что мы приехали с больным, с травмой позвоночника, и будем сейчас носить, вывозить его на носилках, в корпус. Как он будет себя чувствовать на этих носилках по таким укабам? Видите как? Бывает такое, что водители и фельдшеры несут людей на руках. Ну ладно, ещё возле детской инфекционки 20 лет ремонта не было. Но первый корпус горбольницы открыли после ремонта месяц назад, а о подъездных путях никто не подумал. Хотя доброе слово у медицинского начальства нашлось, ведь слово говорят, тоже лечит. Ремонт асфальтовых покрытий и прокладка асфальтовых покрытий там, где положено на территориях лечебных учреждений, предусмотрено на 2014 год. И на эти цели будет выделено из бюджета 18 миллионов 202 тысячи по программе. В общем, стандартная фраза медработника из старого советского фильма о какой-нибудь большой беде. Миленькие, потерпите ещё немножко. Андрей Сидорчуков, Василий Дулепинский, их телевизионная служба новостей.